Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы будем разбирать такой интересный, известный текст, известного, в общем-то, публициста и ученого Ричарда Докинза. Да, тот известный текст, Бог как иллюзия, конечно же, этот текст многим известен. Здесь по цитатам, в общем-то, будет разобрана эта книжка, причем, ну, это будет неподробный разбор. Мы просто рассмотрим те, в общем-то, аспекты, в которых данный исследователь был некомпетентен. Притом я буду касаться исключительно тех цитат, которые носят существенный характер. То есть характер некоторых реальных утверждений о необыкновенной риторике, направленной на эмоции читателей. А такой риторики там непосредственно полно. По сути, вся книжка практически построена из такого рода риторики. И даже некоторые сущностные предложения, которые мы будем рассматривать далее, они тоже, они тоже являются, отчасти, риторическими. Но в них есть какое-то зерно, которое легко оспорить. Там не просто риторический треп Докинза, а уже что-то вот такое предметное. Да. Заранее скажу, что я делаю это не против атеизма. Да. Я не являюсь противником атеистических воззрений, не являюсь при этом теистом. Ну, атеистом тоже, конечно же, не являюсь. А так вот. Я делаю это именно против Докинза и его некомпетентности, и против еще таких же некомпетентных людей, которых он, его последователи, его друзья, его, в общем-то, соратники, вот эти вот новые атеисты научные наплодили. Очень много некомпетентных дураков развелось из-за таких вот книг. Так вот, давайте разберем вот с самого начала именно вот суть. Суть того, что там написано кратко, без цитат. Он критикует идею о том, что вне физического мира и над ним есть что-то сверхъестественное. Это соотносится с естественной установкой, которую мы тоже не раз уже обсуждали. Что такое естественная установка, как она работает, это все тоже понятно. А, да. Эта естественная установка сама по себе является наивной верой. Которая выходит, с одной стороны, за пределы компетенции науки, потому что ее проверить нельзя. А, с другой стороны, она лежит в основании науки и не может быть подвернута наукой никакому сомнению, опыту и вообще ничего. Потому что, ну, это просто естественная установка. Она есть в науке, она в ней существует. И это вот та самая точка религии, та самая точка веры, в которую верят все ученые. Естественная установка. И она как раз заключается в утверждении, что вне физического мира и над ним нет ничего, в общем-то, сверхъестественного. Нет ничего. Он, да, то есть, есть физический мир только. И он сам по себе самодостаточен. Чтобы объяснить всю вселенную, чтобы объяснить вообще все, достаточно просто объяснить физический мир. Очень удобная установка для ученых, безусловно. Но истинность ее может быть подвергнута сомнению, и это тоже безусловно. Но мы не будем подходить так серьезно к критике Докинза, потому что это с позиции философии. Это слишком сложно. Докинз не сможет это, как бы, парировать. Это очень тяжелые такие, в общем-то, вещи для него. Да, тем более, его-то книга, она не о науке, она не о философии, она не о религиоведении, не о культурологии, не о чем-то конкретном, не о чем-то вот таком вот важном. Нет. Чтобы раскритиковать его книгу, достаточно понять уровень его доказательств. Это уровень антинаучный, чисто риторический. И мы это сейчас рассмотрим, конечно же. Вот, мы, в общем-то, в принципе, уже, да, коснулись таких важных аспектов. И продолжаем движение, и уже переходим к первой такой выдающейся, известной цитате Ричарда Докинза. Ветхозаветный бог является, возможно, самым неприятным персонажем всей художественной литературы. Двоеточие. Двоеточие. Потому что надо пояснить же, что, почему. Гордящийся своей ревностью ревнивец. Мелочный, несправедливый, злопамятный деспот. Мстительный, кровожадный, убийца-шовинист, нетерпимый гомосексуалистом, женоненавистник, расист, убийца детей, народов, братьев, жестокий мегаломан, садомазохист, что... капризный, злобный обидчик. Интересно. Интересно, что это вообще вы только что прочитали. Это действительно такое сущность, и одно из немногих сущностных предложений, которые можно выявить в начале его книги. И в этом заключается проблема. Потому что оно тоже такое риторическое и давит на эмоции. Непосредственно любой читатель, который коснется этой книжки, вот прочитает вот это вот. И что он увидит-то? Он приписывает Богу этические нормы людей. Во-первых. Во-первых, да. Это колоссальная ошибка, но в принципе я не понимаю, как это вообще работает, и на кого это вообще рассчитано. Ну то есть вы представляете, да, вот есть существо, которое вот сотворило мир. И вдруг ему приписываются этические нормы людей. Мол, вот он ведет себя не так, как должен вести хороший человек. То есть мы приписываем ему вот это вот долженствование вести себя к человеку. Вот ты создал мир, как бы, ты Бог, ты создал мир. Значит, ты еще и должен вести себя как хороший человек. В чем это вообще-то обвинение заключается? В том, что Бог плохой человек? Ну да, наверное, так и есть. Бог действительно был бы плохим человеком, если так подумать. Именно ветхозаветный Бог. Да. Но это не имеет никакого смысла ни для религии, ни для теологии. Это оспорить может, ну просто вот любой представитель религии, как бы, он выйдет. Если он знаком с теорией, он вам все расскажет, что вот это вот полная чушь. По сути, все это можно свести к тезису. Бог плохой мальчик, потому что он не моет руки перед едой. Или что-то вроде того. Это какие-то странные этические постулаты. Которые не имеют никакого отношения к реальному, ну то есть, Богу в любом вообще проявлении его восприятия. Как мы только можем его себе представить. Вот это все фигня. Вот это вот. Просто нельзя никак вот такими фразами критиковать данную позицию. Да. Опять же, такой подход игнорирует все трактовки поступков ветхозаветного Бога в самой религии. Что тоже важно. Чтобы вы понимали, Докинс не спорит с кем-то конкретным, не спорит с конкретными текстами, не спорит с конкретными комментариями. Он просто вот высказывает свои идеи вот такие вот интересные. Которые он выдумал, ну просто вот из головы. Вот ему хочется, чтобы Бог был этичным по меркам людей. И нормально. Вот должно быть так. Так вот. Также следует заметить, что в рамках христианства смерть не является чем-то, ну, определенно плохим. То есть смерть детей, людей и народов, это не такая уж и большая, честно говоря, проблема в рамках христианского бировоззрения. Ну, поэтому все вот это вот, убийца детей, народов, братьев, это как бы, да, попытка воздействовать на эмоции читателя, который вот не является христианином заведомо. То есть таким текстом уже нельзя переубедить христианида. Понимаете? Это во-первых. Во-вторых, он направлен на людей, которые уже имеют это этические воззрения, они будут пользоваться такими аргументами. И это довольно слабо. Но! Вот те вот пункты, которые он привел в качестве аргументов, мы можем все-таки разобрать. Так вот. Был ли он Бог именно кровожадным в Библии представлен? Желал ли он крови? Был ли жадным до крови? По-моему, нет. По-моему, это вот такая вот странная, странное оценочное понятие. Кровожадный, мелочный, несправедливый, капризный, злобный. Садомазохист почему-то здесь тоже завязалось. Я не знаю. Это вот шиза. Вот садомазохист это вообще уровень шизофрегии как бы. Так вот. Вот все это оценочные понятия. Они настолько оценочные, что в Библии нету никаких предпосылок даже, чтобы назвать его кровожадным. Здесь можно очень много спорить. Ну, например, то, что он ревнивец, спорить трудно, потому что в Ветхом Завете прямо так и написано «Я Бог твой ревнивец», например. Да, да. Все, действительно так. Плохо это или хорошо? Ну, наверное, решать не людям. И вот прошлому абзацу, в котором вот я вот выговаривал все связанное с этикой, вот можно отнести именно к ревнивцу, потому что он все-таки говорит, что он ревнивец. Гордится ли он своей ревностью? Вот это тоже оценочное понятие. Докинс почему-то его решил, в общем-то, сам выдумать, сам поставить. Так вот, разве Бог жаждет крови? Об этом в Библии не сказано. Является ли он мелочным? Мелочным? Да ну. Мелочным. Вот ему не понравилось, что в Содоме и Гаморе творится какая-то чушь. Он уничтожил два города. Разве он мелочный? Но при этом разве он кровожадный? Он вроде бы задал какие-то правила и сказал, если вы не будете следовать этими правилам, то все будет плохо. И все случается плохо, как бы. Мелочность? Кровожадность? Тем более, да. Непонятно, что он жаждет крови. Нет, по-моему, он не жаждет крови. Тут же, опять же, понятие справедливости. В смысле он несправедливый? В рамках христианской догматики Бог является единственным гарантом, с одной стороны, справедливости, а с другой стороны, единственной мерой справедливости. Как он может быть несправедливым в рамках христианской концепции, непонятно. Или несправедливый относительно чего? Что относительно уголовного кодекса, может быть, мы будем применять уголовный кодекс к Богу? Интересно было бы так посмотреть на эту проблему. Это реально тупо. Это очень смешно. Также непонятно, что есть сама справедливость сама по себе. И как она может подтверждаться вне божественного учения. Конечно, есть концепции справедливости вне теизма. Действительно есть. Да. И относительно них, может быть, Бог мог бы казаться несправедливым. Но это как бы надо проговаривать. Если вы хороший исследователь, если вы занимаетесь, в общем-то, той или иной проблемой, вы должны учитывать различные варианты ответов на тот или иной вопрос. Докинс дает вам просто вот-вот-вот. Он несправедливый. Я так считаю. Попробуй меня переубеди. И вот такими тезисами наполнена практически вся книга. И это действительно плохо. Ну, это действительно очень низкий, плохой и риторический уровень. Так, капризный тоже непонятно, с чего было взято. Он капризный. Да, ну, то есть, если учесть, что он являлся людям, судя по Библии, за вот те 6 тысяч лет буквально несколько раз что-то просил сделать, то как-то его можно капризным назвать. На самом деле, он появлялся-то не так часто. Здесь судить по Библии, конечно же. Вот, совершенно не часто. И что же? Это же действительно пропаганда уровня Первого канала. Это дешевая журналистика, получается, у Докинса в данном случае, а не действительно атеистическая какая-то литература, которая заслуживает внимания хотя бы человека вот на начальном уровне, подходящего к проблеме религии, атеизма и вообще всего. Это вредно для атеиста читать вот такую чушь. Потом атеисты повторяют вот этот вот бред, вот этот вот бред умственно отсталого человека. Простите, может быть, Докинс не умственно отсталый, конечно, но вот именно данный абзац, он написан, наверное, в состоянии наркотического угара. И вот это вот, вот это предложение, оно просто отвратительно. По всем статьям, практически каждое второе слово здесь откровенная выдумка. Ну, то есть, либо выдумка, либо этическое наставление Докинса богу. Прикольно. Также давайте посмотрим, кто, что за бога критикует Докинс. Вот написано. Цитата, причем не Докинса. «Я тоже не верю в того бога, про которого пишет Докинс. Я не верю в живущего на небе белобородого старика». Если я не ошибаюсь, в некоторых других своих книгах он упоминал вот этого белобородого старика. Конечно же, бог это физический такой дед невидимый, который сидит на облаке. Ну, конечно, все верующие в это верят, конечно же. Конечно, нет. Так вот, продолжаем цитату. «Этот старик», отвечает Докинс на письмо одного из своих, в общем-то, людей в этой же самой книге «Бог как иллюзия», да. «Этот старик, просто надоевший камуфляж, завешивающий длинной бородой далеко не безобидную проблему. Своей вопиющей нелепостью этот знакомый образ отвлекает внимание от того, что настоящее убеждение говорящего ненамного разумнее». То есть, деизм, который он, кстати, будет упоминать дальше в книге, он недовольно разумный. А, то есть, трансцендентальное, в общем-то, все, что, в общем-то, связано с Богом, как и неким запредельным, в общем-то, источником, тоже недостаточно разумно. То есть, это так же неразумно, как и белобородый старик, который сидит на облаке. То есть, Бог, который не является материальным, но является духовным, это не так разумно, как невидимый материальный мужик, сидящий на облаке. Хмм, да, действительно. Причем, он не противоречит словам вот этого человека, который ему написал, этот старик, он тут пишет, то есть, да, моя мишень, Бог, все боги, все сверхъестественное, где бы оно ни было, где оно ни было, будет изобретено. Нормально. Сравнение Бога с сидящим на небе стариком, это, конечно же, ну, замечательно. Ну, и Докинс как бы не особо отрицает этого, он не говорит, да нет, вы что? Вы что, я не критикую никаких белобородых стариков, которые сидят там на небе и что-то там делают? Нет, я критикую концепцию именно духовного Бога. Вот он же не пишет так. Он пишет, что да, вот этот белобородый старик, это одна из проблем. Да, это просто вот это одна, это надоевший камуфляж. Камуфляж, да, но есть же и другие боги. Да, в других религиях, я их тоже критикую, я критикую всех богов. А белобородый мужик как бы все еще остается в контексте, никто его не опровергает. На самом деле, христиане не верят в белобородого мужика, сидящего на небе, вот еще проблема. Да, и фразы Гагарида там в космос там летал, Бога не видал, это все херня полная. Это тоже чушь для малолеток, и это, Бог сказать, человек, который ничего не понимает в богословии. Докинс здесь чуть-чуть утонченнее, чем Гагарин, показывает свою, так скажем, неосведомленность и глупость в вопросах теологии. Вот проблема в том, что никто не верит в белобородого мужика на небе. Ну, кроме людей, которые не разбираются в христианской религии, конечно же. Люди, которые не разбираются, они могут верить. Только они вряд ли могут быть названы христианами в данном случае. Продолжаем. Следующая цитата великого атеиста Докинза. Бытует мнение о том, что американские отцы-основатели были деистами. Да, действительно, многие были, конечно, здесь мы спорить не будем, потому что многие деятели эпохи просвещения были деистами. Не все, многие. Да. Но Докинз продолжает. Одно истинное предложение он сказал. Бытует мнение о том. Бытует мнение. Бытует, да. Ну, мнение, в принципе, в данном случае плюс-минус адекватное. Он добавляет дальше, ну, чтобы опозориться окончательно. Это, безусловно, так. Хотя некоторые полагают, что самые знаменитые из них могли быть атеистами. Могли быть атеистами. Их высказывания... Ну, допустим, могли быть, да? Ну, теперь добавляем. Их высказывания тех лет о религии убеждают меня в том, что в наше время большинство из них придерживалось бы атеистического мировоззрения. Шикарно. Ну, мог бы сказать то же самое про ориентацию сексуальную отцов-основателей, ну, американских, конечно же. Мне кажется, что отцы-основатели в наши дни были бы геями и поролись друг с другом. Ну, почему бы и нет? Я прочитал их высказывания, ну, и, в принципе, да, они за свободу. А сейчас свобода, это значит, вот, быть геями. А значит, они были бы геями. Ну, конечно. Очевидно. Были бы люди из другой временной эпохи, люди с другим мировоззрением, люди, у которых только-только вот просвещение уже наклюнулось, и они, безусловно, были бы, ну, были бы атеистами. И это при том, что некоторые деятели эпохи просвещения действительно были атеистами, как бы. Ну, ну, как бы, да. Конечно, конечно, вот эти вот самые отцы-основатели и деятели эпохи просвещения по большей части были антиклерикалами. Не все были антиклерикалами, но по большей части. Это значит, что они выступали против церкви. То есть им не нравилось церковное учение. Ну, давайте-ка вспомним, что хотя бы уже произошла реформация, пораньше, так, немножко до отцов-основателей, и возникла такая христианская религия, как протестанизм. Еще одно, вот, в общем-то, ответвление от христианства. И там тоже, ну, были антиклерикальные настроения, как бы. Что? Может быть, христиане вот эти вот, может быть, Мартин Лютер, если бы он дожил до наших дней, в итоге был бы атеистом? Ну, я не знаю, что происходит? Какие-то дурацкие предположения. Я прочитал их высказывать, да, они... Причем, он именно в книге потом описывает, да, что у них были антиклерикальные воззрения. Они были много у кого. Они были даже у христиан у некоторых. То есть, вы должны просто оценить глупость, которую несет Докинс. И такой глуп... Это все даже не самое глупое. Это самые такие осмысленные предложения, которые я смог откопать. При этом я практически не буду рыться в биологических каких-то вещах, потому что, ну, не специалист я. Я не собираюсь, в общем-то, позориться и выступать против биологии прямо открыто здесь. Но там тоже, скорее всего, ну, много таких вот глупостей. Потому что он пытается привязать биологию к религии, тоже к возникновению. Ну, такое себе. Такое. Есть науки, которые против этого все-таки. Так вот. Теперь дальше. Авраамов бог не только создал вселенную, пишет Докинс. Он, обитающий в ней, или за ее пределами, в скобочках, что бы это ни значило. Персонифицированный бог. С набором уже упомянутых выше неприятных человеческих черт характера. Да. Начнем с того, что создание вселенной ветхозаветным богом не описано в Библии. Там он создавал землю, солнце, там, ну, все, что мы на самом деле видим, он там создавал в Библии. А проблема в том, что во времена написания Ветхого Завета не было представления о вселенной, понятия о вселенной не было. И все выглядело, ну, относительно иначе. В этом смысле говорить о том, что Авраамов бог не только создал вселенную, ну, это мы, конечно, уже понимаем некое модерновое такое вот новообразование. Да, скорее всего, некоторые, в общем-то, верующие действительно верят в то, что бог создал именно вселенную. Но изначально в тексте это было немножко не так. Продолжаем. Он, обитающий в ней или за ее пределами. Кстати, что тоже интересно, потому что обитающий в ней в качестве некого отдельного тела, либо в качестве всей материи, то есть пантеистический бог, это как бы никак не противоречит большей части тех контраргументов, которые он предлагает. То есть физический бог, являющийся единым со всей материей, в принципе, вполне может быть описан научно, и Докинс, как он заявляет в своей книге, он, в общем-то, не должен противоречить этой концепции. А с другой стороны, за ее пределами, что бы это ни значило, да, это очень важная фраза, что бы это ни значило, потому что Докинс не будет разъяснять нам, что это значит. Что бы это ни значило, показывает, что Докинс уже не разбирается в христианской концепции. И да, он апеллирует к данной главе сразу к трём аврамическим религиям одновременно. Одновременно вот всё вот это вот одновременно. Не забывайте, он как бы в этой главе действительно пишет. Вот. Иудаизм, христианство, ислам. Для него в данном случае равны, и он их обсуждает на равных. И опять же, с учётом вот этого вот объединения всех трёх религий, в одну, так скажем, он продолжает наделять богочеловеческими чертами, которые он вывел на основании личного мнения, по большей части. Ну, мы помним те вот черты, которые он написал, и по большей части, они выделены вот просто им. Он так сказал. Он как бог капризный. Я считаю, что бог капризный. Да. Вот вот так. Вот такой вот бог. Всё. Замечательно. Продолжаем. Это очень объективно, очень научно невероятное. Абсолютные доказательства, конечно же, приводятся. Только проблема заключается в том, что одно дело — это ветхозаветный бог. Там описывается один характер, как минимум. Другое — новозаветный. Там уже описывается, то есть, ну, либо другая грань того же самого бога, либо всё-таки уже обновленный такой персонаж. У него другой набор чувств, другой набор эмоций. А другой набор вообще атрибутов с ним связанных — это не то, чтобы совершенно другой бог, но всё-таки он отличается. А третье дело — это Аллах в Коране. Это не одно и то же в целом. Это... То есть, они не то чтобы, как бы, разные. Да, конечно, канонически считается, что это один и тот же персонаж, но из-за того, что в трактовках... Но из-за этого в трактовках многих богословов возникают трудности. Чисто религиовически — это разные персонажи. Мы можем рассматривать их как трёх разных персонажей в данном случае. Потому что каждому из них свойственны определённые конкретные сюжеты, определённое поведение в тех или иных ситуациях и определённые, в общем-то, наставления. И когда мы пытаемся их объединить, то получаются противоречия, потому что Ветхозаветный бог говорит одно, Новозаветный бог говорит другое. И это очень сложная наука. По сути, трактовки вот этих вот противоречий между Ветхим и Новым Заветом. Ну и в Коране тоже всё довольно-таки сложно в данном случае. Коран самая простая книжка, не очень большая. И в целом, мусульмане могут не читать Ветхий Завет, могут не читать Новый Завет. Ну, просто как-то принято, что да, все пророки Нового Завета и Ветхого Завета, они так или иначе учитываются с некоторыми, в общем-то, дополнениями. То есть нужно понимать, что, например, для мусульман Иисус — это не Сын Божий, это просто пророк Иса. Да. Как и многие другие пророки, он тоже вот один из пророков. Ничего в нём такого особенного с точки зрения мусульман нет. Непонятно. Так, в общем-то, непонятно, как совместить действительно довольно-таки жёсткого бога евреев с жертвенным и любящим богом христиан, который сам собой пожертвовал. Ну, Докензу, конечно же, плевать. Для него это всё один бог, одно и то же. Он будет это трактовать. Он не будет обращать внимание на то, что все эти тексты написаны вот в абсолютно разное время. Там просто разница в несколько веков, иногда даже тысячелетий. Я забываю, когда написан, в общем-то, когда написан Ветхий Завет. Поэтому там, да, действительно тоже очень много времени проходит между написаниями вот этих вот текстов. очень круто, очень замечательно. То есть, он не будет различать предметы и веры разных религий, а в данном вопросе это принципиально важно. Ну, потому что он приписывает богу напоминаемые некоторые выше неприятные человеческие черты характера, которые в трёх источниках разных трёх религий мировых, они различаются. То есть, мы не можем ссылаться на худшие моменты из Ветхого Завета и описывать бога только с худшей стороны, даже в рамках, в общем-то, еврейской религии. Мы не можем этого делать. Не можем, но просто на худшие моменты обращать. Также, тем более, мы не можем перекладывать вот эти вот худшие моменты, именно, которые вот он взял из Ветхого Завета и трактовать с помощью них новозаветного бога. Не можем. И тем более, с Кораном тоже те же самые проблемы. Понятно, что Докинс пытается составить у читателей лишь негативное впечатление о боге. Притом, ну, в целом, есть положительные черты, как и в Ветхом Завете, тем более в Новом. В Коране тоже есть положительные черты, вот это вот бог. Он не такой уж и убийца, так скажем. И тем более не садомазохист. Да что такое садомазохист? Он не любит же. Он боль не чувствует, наверное. Поэтому, ну, как он может быть садомазохистом, тоже непонятно. Ну, ладно. Это не просто антирелигиевическая позиция. Она антинаучная. Это действительно просто антинаучная позиция. И вот так подходить к исследованию того вопроса, за который Докинс взялся, нельзя не только на уровне науки, нельзя на уровне билетристики. Это просто отвратительно. Из хорошего, давайте все-таки хорошее что-то отметим. И сразу плохое сверху. Из хорошего он разбирает доказательства существования бога, которые существовали в средние века. Да, те известные пять доказательств. Конечно, он дает такие вот сжатые комментарии, которые, ну, не то чтобы их опровергают. Эти доказательства. И это действительно, ну, здесь можно было бы оторваться. Доказательства не очень сильные в средние века были. Действительно, там просто чистая логика, оторванная от всего вообще. Из плохого, здесь же сразу заметим, что было плохо. А плохо было все остальное. Так вот, он не касается, с одной стороны, современного богословия. И не то чтобы современного, он вообще не касается богословия после Фомы Аквинского. Ну, это, конечно, уровень религиоведения. Это уровень разбора религии, конечно же, просто великий. Сейчас, простите. Да, просто величайший уровень разбора религиозных вопросов. И в своей книжке он вот приводит нам вот это вот. А я... А я-то видел много удивительных доказательств, собранных на вот этот вот сайт. Можете зайти, там действительно много нелепых, дурацких, и вообще, очевидно, очень глупых доказательств. На английском языке, конечно. Их там уже не 300 штук, где имеется забавный перечень. Более 300 доказательств существования Бога здесь написано. Более 300. Там уже их 650 штук. Ну, вроде как. Я смотрел сегодня. Действительно, очень забавный список. И там, по сути, выложены такие положения, в которых, ну вот, вообще нет логического следования. Ну, если вот в первых вот этих вот пяти доказательствах существования Бога есть логическое следование, они просто имеют логическую форму, они логически были изложены в свое время. Конечно, мы можем спорить о том, верны ли были посылки изначальные этих положений, и работает ли логика вообще, например. Но в тех пяти доказательствах, которые мы встречаем в средние века, есть система логического следования. То есть, одно следует из другого. Существует движение. Движение не может существовать до бесконечности. То есть, ну, это было бы нелепо, необъяснимо и трудно. Это еще с Аристотеля пошло, с основателя логики, между прочим. И он заложил в логику вот это вот основание, которое мешает уйти в дурную бесконечность. И вот, значит, есть какой-то источник движения. В итоге, логически все следует к тому, что есть какой-то один источник движения. И дается ответ, это Бог. Довольно-таки просто, несколько логических шагов. Это, конечно, не абсолютно точное доказательство, но оно хоть какое-то, и оно имеет характер действенный. В принципе, да, есть движение. Откуда-то оно взялось, что же с ним делать-то? Ну, давайте еще раз осмыслим все, что здесь произошло. Ну, то есть, Ричард Докинс берет пять доказательств до эпохи Возрождения. И триста во время написания книги нелепых доказательств совсем уж современного периода, созданных непрофессионалами. Это как критиковать науку, ссылаясь на труды Коперника с одной стороны, а с другой наивных научпоперов современности, которые толком ничего не доказывают. Действительно, это очень глупо. Это невероятно глупо, это даже не имело никакого смысла. Продолжаем. Голова пятая. Корни религии. Императив Дарвина. Прямые преимущества религии. Групповой отбор. Религия как субпродукт. Психологическая предрасположенность к религии. Осторожно, не наступи на мои мемы. Карга Кольта. Замечу, что книжка очень попсовая. В ней очень много различных таких дурацких материалов, вроде карга Кольта, в которой очень много лишних глав, очень много воды, которая в принципе не нужна. Для строгого доказательства, конечно. Так вот, проблема в том, что пятая глава, она полностью ложная. Ну, как минимум она одногранная. Вот она вот взята с точки зрения биологии. Она указывает только на эволюционные причины возникновения религии. Это неправильно. Это просто неправильно. Религиоведы не особо торопятся называть эволюционную причину возникновения религии главной. Конечно, с точки зрения биолога, ну, скорее всего, да, это была бы главная причина возникновения религии. Он здесь даже приписывает психологическая предрасположенность к религии и так далее, и так далее, и так далее. Но, ну, это как бы надо доказывать. Просто говорить такие вещи, ну, нельзя. Так вот, это действительно, это крайне узко в рамках науки. В сущности, не так много религиоведов серьезным видом будут говорить о эволюционных качествах религии. Так как религиоведы все же пытаются понять религии, а не обесценить их. Более того, исследований в области эволюционного религиоведения провести нельзя. Так как животные не создают явных культов, которые может изучить ученый. То есть, с точки зрения эмпирической науки, эволюционизма, ценность его предположений, вот этих вот всех этих выводов, которые он делает в этих главах, она равна нулю. Все, ноль баллов. Докинзу с точки зрения биологии здесь можно поставить. Конечно, с точки зрения биологии, скорее всего, это более-менее истина, но доказать это невозможно. Да, еще более того, гуманитарным наукам, занимающимся данной проблемой, весь этот раздел полностью противоречит. Он недостаточный, он сильно маленький, он сильно скомканный, он касается буквально только вот одной грани проблемы. Ну, а зачем его было тогда писать? Императив Дарвина, прямые преимущества религии для эволюции. Ну, что это? Ну, зачем? Да, наверное, есть преимущество религии для эволюции. Ну, наверное. Преимущество науки есть, например, наверное, для эволюции. Преимущество философии, преимущество чего угодно. Для эволюции можно тут привести. Это как бы аргумент, который уже... Ну, в общем, объясняется обратным числом, это довольно-таки поверхностно. На чем основывается Докинз, выписывая вот эту главу? Получается на своем собственном, замечательном, прекрасном мнении. Причем о мнении недоказанном и практически недоказуемом. Продолжаем. Боинг к полету готов. Доказательство от невероятности выглядит довольно убедительно в своем традиционном виде, как и доказательство о целесообразности. Сегодня это, пожалуй, самый распространенный аргумент в пользу существования бога и огромное множество атеистов, убеждено в его абсолютной неопровержимости. То есть, Докинз выбрал самый популярный аргумент, при этом самый слабый. Это очень научно, и критиковать самый слабый, самый вот этот аргумент. Ну, вы знаете этот аргумент. Боинг сам не мог случайно собраться. И поэтому бог есть. То есть, фиговый аргумент, очевидно. Очевидно, слабый аргумент, очевидно, спорить здесь, ну, не с чем. Но Докинз будет с этим спорить. Он будет придираться к слову «случайно». При этом случайность, в принципе, имеет место в науке. Не стоит с этим спорить. Есть теория вероятности в математике. Есть понятие случайности в эволюционизме даже, в биологии. Ну, то есть, в данном случае случайно это не пустое понятие. И дело даже не в том, есть ли разумный замысел или нет разумного замысла. Здесь просто вопрос, что случайность имеет место. Докинз очень большое количество абзацев посвятит критике слова «случайность». При том, что это очень странно. При том, что в науке случайность, в принципе, плюс-минус допустима. Включая квантовую механику, включая теорию эволюции, включая теорию возникновения жизни. Случайность допустима. Да, 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 как неудобно. Как же все это неудобно. Теперь про дарвинизм. Ну, все-таки Докинз у нас же великий, в общем-то, биолог. Давайте про дарвинизм прочитаем. Глубокое понимание дарвинизма учит нас с осторожностью относиться к поверхностному заключению о том, что разумный замысел – это единственная альтернатива случаю. Оно позволяет находить пути, по которым шел постепенный медленный рост сложности. Такие философы, как Хьюм, Юм, ну, в смысле, Давид Юм, еще до Дарвина понимали, что невероятность жизни не означает непременного наличия ее творца. Но им не удалось найти альтернативного объяснения. После Дарвина мы должны с глубоким на уровне костного мозга – плохое сравнение – подозрением относиться к самой идее разумного замысла. Правда, непонятно почему, конечно, но ладно, продолжаем цитировать. «Люди провели немало времени в ловушке иллюзии разумного замысла. Дарвин защитил нас от нее, открыв нам глаза и пробудив наше сознание. И очень жаль, что это помогло не всем». Так, разбираем все вообще здесь по пунктам. «Глубокое понимание дарвинизма учит нас с осторожностью относиться к поверхностному заключению о том, что разумный замысел – это единственная альтернатива случаю». Кто сказал, что единственная альтернатива описанию всего, что произошло в мире – это дарвинизм? Что мы видим, всех этих фактов, наверное, все-таки не единственное. Более того, дарвинизм никак не опровергает случай. Как ни странно, он не опровергает случай вот вообще никак. Дарвинизм может быть вполне… ну, жизнь могла начаться случайно и так далее, и так далее, и так далее. Докинс, конечно, пытается обсуждать вот эти вот позиции, согласно которым жизнь существует довольно-таки понятно. Существа адаптируются, существа продолжают жить, они либо выживают, либо умирают. Но только тут одна проблема небольшая. Это никак не противоречит случаю. Закон, то так называемый, в общем-то, закон естественный отбор, да, закон эволюции и так далее, и так далее, и так далее, это все не противоречит понятию случайности. Вот вообще никак не противоречит. То или иное существо, по воле случая, оказалось в той или иной местности. Оно либо приспособлено к этой местности, благодаря мутациям, либо не приспособлено к этой местности, благодаря мутациям. Случай уже заложен как бы в самом начале у нас, нашей как бы парадигмы. Оно случайно пришло туда-то или туда. Оно может успеть убежать, случайно у него получится с этой территории убежать, перебежать, пересечь ее. Либо его по случаю может настигнуть какой-нибудь хищник и сожрать. Либо все-таки на этой территории ему все-таки хорошо живется, удачно попалось, все совпало, И животное выживает, оставляет потомство, размножается, и все-все хорошо, замечательно, чем больше оно размножается, тем меньше у него шансов, тем меньше вероятность того, что этот вид исчезнет, этот вид продолжает размножаться, у него появляются новые мутации, эти новые мутации либо закрепляются, либо существа с этими мутациями отмирают, и случайность вот в это вот все тесно вплетена. По крайней мере может быть тесно вплетена. Докинс говорит, что это все закон, это все узаконено, вот так было, вот так оно и есть. Смотрите, это механизм, это механизм, это не случайно, здесь нет ничего случайного. Мы сегодня видим, что животные адаптированы, они через тысячу лет будут адаптированы, через миллиард лет они будут адаптированы. При этом Докинс, во-первых, не знает, что будет через миллиард лет, например. Да. А с другой стороны, он в принципе понимает, что были многочисленные вымирания, и почему-то 90% видов к некоторым вымираниям не было готово, но как бы да, и не адаптировал, так скажем, к вымираниям. Ну, некоторая часть животных, 90%. Ну, вымирания были просто колоссальные за всю историю, так скажем, вот этой эволюции, которую наука продвигает. И говорить, что здесь нет места случайности, ну, простите, глупо, глупо, ну, по крайней мере, очень поспешно. То есть, случай имеет место все-таки в биологической теории, это действительно так. Ну, по крайней мере, это можно рассматривать с точки зрения случайности и довольно-таки адекватно. Теперь Хьюм. Наш любимый Давид Хьюм. Так вот, такие философы, как Хьюм, еще до Дарвина понимали, что невероятность жизни не означает непременного наличия ее творца, но им не удалось найти альтернативного объяснения. На Хьюм он ссылается довольно часто в своей книге, но проблема заключается в том, что Давид Хьюм также и был агностиком, то есть не верил в то, что даже эмпирическое опознание, в принципе, является адекватным. Да. Да, прикольно. Также Давид Хьюм критиковал индукцию, на которой строится наука. Он говорил, что все утверждения науки, то есть все рассуждения индукции, он так говорил, все рассуждения индукции, все рассуждения индукции, они являются чисто вероятностными. У нас есть лебедь, он белый. Мы заключаем, что все лебеди белые, потому что мы видели, что все лебеди белые. Вот такова наша индукция. Мы видели 200 лебедей, и все они были белыми. Из этого мы индуктивно заключили. Все лебеди белые, мы молодцы. А потом оказывается, что находятся черные лебеди, мы не правы. Так работает индукция, индукция всегда допускает возможность ошибки. И Давид Хьюм это проговаривал. Ну, например, просто как Давид Хьюма проверк науку. Да, интересно, прикольно. Но про это у нас тоже писаться здесь не будет. У нас есть наука великая, неоспоримая, замечательная. И есть Дарвин, который был, еще превзошел Хьюму при этом. Вы понимаете, он превзошел Хьюма? Превзошел, он дал нам ответ на вопрос на этот великий. Так вот. Конечно, в данном случае Докинс тоже с какой-то стороны прав. Конечно же, невероятность жизни не означает непременного наличия ее творца. Да, действительно, это верно. То есть, концепций может быть вообще невероятное множество, они могут быть разными. Но все вот эти альтернативные объяснения, что он напоминает, это очень, ну, водянисто. После Дарвина мы должны с глубоким подозрением относиться к самой идее разумного замысла. Почему? Еще одна проблема заключается в том, что и до Дарвина существовали теории, подразумевающие изменения. Даже в биологии. И не только в биологии, но даже в биологии. Более того, существовала теория Августина о потенциях, то есть семенах, которые были вложены в мир и в животных богом. И в соответствии с этими семенами, в соответствии с этим разумным замыслом по Августину весь мир и все живое развивается. И это можно применить на эволюцию. Некоторые креационисты это делают. То есть весь этот пассаж, он тоже как бы так себе. На фоне того, что уже существует, Докинс проигрывает споры с креационистами в данном случае. Он проигрывает споры с теологами. Он проигрывает споры с философами. Судя по всем выражениям, которые он использует в книге, он просто проигрывает. И я вам привожу одни из самых лучших как бы его тезисов. Да, Дарвинизм, опять же подчеркнем Дарвинизм, в принципе не опровергает разумного замысла, ну ровным счетом никак. Сама эволюция может быть аргументом в пользу разумного замысла. Докинс здесь, конечно же, совершает радикальный подлог. И он, конечно же, говорит о том, что нет, это не случайность, вы что, это закон, закон природы такой, жизнь существует. И есть закон природы, который все-все адаптируется, все так замечательно адаптируются. Никакой случайности в этом нет. И это делает его позицию, ну куда более-менее вероятной. Ну действительно, получается, если случайности нет, то есть какой-то непонятно откуда взявшийся закон. Закон существования живого. Откуда взялся этот никому непонятный закон, если нет случайности? Если просто миллиарды видов не подыхают, и некоторые из них не выживают и не продолжают размножаться и увеличиваться в популяциях, размерах и изменяться. То есть, да. Причем некоторые умирают случайно все-таки. Некоторые виды вполне так плюс-минус случайно могут умереть. И если Докинс вот этого не допускает, если он думает, что все вот так вот просчитано, все рассчитано, все просто. Есть какой-то закон эволюции, такой закон естественного отбора великий, который такой невидимый тоже, и всем управляет своей невидимой рукой. Чем это неразумный замысел получается? Это наоборот какой-то такой мифический закон, который стоит над всем живым и который определяет его развитие. Он не похож на естественное, не похож на часовой механизм, знаете, великий часовщик, которого тоже критикует Докинс, да? Ну ведь это действительно тот самый часовщик получается, как бы. Есть механизм, ниоткуда взявшийся. Просто вот ниоткуда. Нет объяснения на данный момент, к сожалению, откуда взялся такой механизм, если он вообще взялся в том виде, в котором его предоставляют ученые. Так вот, почему вот этот механизм, если они все-таки его фиксируют, не может быть свидетельством разумного замысла, тем более, ну скорее, меня лично он склонял бы к тому, что разумный замысел есть. Я, конечно, не верю в теорию эволюции в целом. Я предполагаю, что есть определенные точки выхода из теории эволюции, даже в рамках эмпирического дискурса. А есть еще неэмпирические дискурсы, которые вообще обнуляют всю научную деятельность. И в этом смысле, конечно же, в данном случае я вообще не поддерживаю все вот этого. Продолжаем. Следующий пассаж. Критика фундаментализма и неспровержения науки. Вот что не нравится ему в религиях. Фундаменталисты уверены в своей правоте. Потому что они читали об этом в священной книге. Им заранее известно, что их веру ничто в мире поколебать не сможет. Только проблема в том, что Докинс это относит, ну, чуть ли не ко всем верующим. Это проблема, да. Начнем с того, что не все верующие фундаменталисты. Это раз. Во-вторых, не все верующие против науки. Это два. Третий пункт. Не все верующие критикуют науку. Это третий пункт. Действительно, не все верующие, в принципе, критикуют науку. Не все ученые неверующие тоже с другой стороны. И теперь самое главное. Пять. Слово «вера» противопоставлялось знанию именно в христианской философии. Это деление вел Климент Александрийский. Для христианства вполне свойственно разделять свою веру и знания. С самого начала существования данной религии. И вера не подразумевает знания в данном случае. Вообще, это очень тяжелый вопрос в рамках христианства, с которым Докинс разделывается уж очень поспешно. И это странно. Действительно, очень трудный вопрос, который развивался на протяжении многих веков. И вера в христианстве чаще всего понимается не как достоверная информация, а как очень сильная надежда на то, что Бог существует. То есть, правильный христианин понимает, что Бог не оставил ему свидетель своего существования, кроме Библии и еще некоторых источников. То есть, правильный христианин вполне понимает, что Библия недостаточно для знания. И он вводит сам это деление на веру и знания, как делали многие отцы церкви, как делали многие христианские философы, как и делают теологи в наши дни. То есть, Докинс не понимает понятие веры, ну и спорит с ним. Замечательно. Да. Именно поэтому, кстати, христианин-то он и вводит деление на веру и знания, которого не было у греков. Греки любое убеждение называли догмой. И это можно переводить как вера, знание, убеждение, мнение и так далее. Я, собственно, с этим понятием обычно и работаю, когда говорю, ну кто-то там во что-то верит или что-то думает, что знает. Я называю это догмой, убеждением, мнением. Человек, который проводит радикальное различие знаний и веры, он уже отчасти христианин, он работает в христианской парадигме. И Докинс один из них. И многие деятели просвещения тоже, ну понятно, они в христианской культуре росли, и тоже понятно, откуда они это взяли. Но Докинс, он при этом, находясь внутри этого христианского противоречия, все еще не до конца разобрался с ним, его истоками и его значением. А поэтому он несет откровенную чушь про знание, веру и так далее, и так далее, и так далее. И в этом же пассаже с фундаментализмом он продолжает и уже говорит про философов. Это задевает уже лично меня, и здесь уже с точки зрения профессиональной деятельности я просто обязан ответить этому товарищу. Поехали. Философы, особенно непрофессиональные, конечно же, ну профессиональные бы не стали, наверное. И с невеликим, конечно же, философским багажом, глупые, не эрудированные, ну скорее всего, да. Еще и зараженные культурным релятивизмом. Ух, какие плохие, да, все же философы заражены культурным релятивизмом, и они еще непрофессиональные, и с невеликим философским багажом. Вот эти вот ребята, да, вот они, вот только вот такие философы, вот заметили, да, философы, не имеющие профессионализма, с невеликим философским багажом, и еще у них культурный релятивизм. Вот, они могут на этом месте начать сворачивать надавно избитую колею, мол, доверие ученого фактическим доказательством само является проявлением фундаменталистической веры. А я уже обсуждал этот вопрос, подобно, подробно в других книгах, и сейчас повторю аргумент лишь вкратце. Все мы в ходе нашей жизни, вне зависимости от собственных любительских упражнений философии, верим в доказательства. Если меня обвинят в убийстве, ну там уже фигня начинается. Так вот, мы верим в доказательства, да, ну, неважно. Там будет продолжение, продолжение мы посмотрим, там продолжение цитаты, и это будет интересно. Не подумайте, что я вырвал из контекста. Так вот, да, это презрительное отношение к философии. Это, конечно же, замечательно. Это очень красит любого ученого, особенно тупого пропагандиста и атеиста, конечно же, сильно красит. И, конечно, защита научного догматизма здесь присутствует. Ученый не верит, ученый знает, он все знает. А дурачки-философы, которые с этим не согласны, они, конечно же, все непрофессионалы. И с небольшим философским багажом, конечно же. Это логическая ошибка, это риторика, определенно. И судит об этом кто? Давайте спросим, кто судит? Биолог, который пишет книги о критике религий, в которой ничего не смыслит, что было доказано выше. Замечательно. Да, но давайте все-таки отметим, что философия многообразна. И вообще, сами формы доказательства в европейской науке были разработаны внутри философии. Да и сам научный метод был разработан внутри философии. А также, посмотрите мое видео о пользе философии. Там приведено огромное количество пунктов, которые подтверждают то, что философия была полезна. Это не просто упражнения, как было написано, любительские упражнения, да, философии, нет. Это деятельность по построению чуть ли не целых государств, таких систем, как наука, построение религии и так далее, так далее, так далее. Докинс обесценивает философию, ставит ей 0 баллов в сфере влияния, но это только означает, что он не знаком с историей философии, с историей вообще очень плохо знаком, да и с историей религии он тоже плохо знаком. Он совсем плохо знаком, и он просто вот так берет и отмахивается от философской критики, обесценивает ее. Это очень дешево. Потому что философия многообразна. Она невероятно многообразна. Есть те философские течения, которые защищают науку. Есть те философские течения, которые критикуют науку, но при этом говорить, что те, кто критикуют науку, это не профессионалы с невеликим философским багажом, ну это чушь. Это детский сад. Это просто вот тупость. Это откровенная тупость. Он сводит всех критиков науки, а среди них можно перечислить того же Давида Юма, которого Докинс упоминает постоянно в данной книге. Канта с его критикой, который тоже можно применить на ряд научных выводов и методов, потому что в науке очень много рационализма, очень много чистого разума. То есть наука не только строится на эмпиризме, рационалистические элементы очень большие в науке. Ну и конечно же очевидно, что Гегель критикует науку, Шопенгауэр отчасти критикует науку, ну потому что мир представлением является, а не какой-то, ну не набором именно фактов, которые реально существуют. Он представление, иллюзия то есть. Вот это вот все люди получаются, так скажем, как это было написано еще раз, с невеликим философским багажом, непрофессиональными, может еще и в науке не разбираются люди вроде Пуанкаре. Пу-пу-пу, как бы, ну, это шиза. Да что говорить, выводы Догинза о науке противоречат даже вполне легальному в рамках науки Попперу. Догинз не понимает, что такое теория, из чего следует, что с философией науки он не знаком вообще, а из этого следует, что он довольно поверхностный ученый. Еще раз поясняю, почему его, в общем-то, выводы, его положение противоречат учению Поппера. Начнем. Так вот, Догинз говорит, что теория эволюции это факт. Теория это факт, ну, вообще прикольно звучит, да, но обычно фактами доказываются теории, но не суть. То есть, это уже не научно, он как бы говорит, что это факт, мы не будем проверять эту теорию, она у нас уже есть, и мы не будем строить какие-то предположения. Мы уже все доказали, все открыли, все отлично, все замечательно. При этом Поппер, Поппер отлично понимал, что научные теории все-таки остаются теориями, они не являются чистыми истинами, взятыми, в общем-то, из ниоткуда, из воздуха. Нет, он понимал, что за каждой научной теорией находится возможность ошибки, и поэтому эти ошибки нужно каким-то образом проверять. Именно поэтому нужно пытаться проводить фальсификацию всех возможных теорий. Каждая теория именно поэтому должна бросаться на опровержение постоянно, должна пытаться опровергнуть себя. То есть, люди, которые защищают ту или иную теорию, сами должны пытаться ее опровергнуть в том числе и предлагать варианты этого опровержения. Докинс нам, наоборот, говорит, ха, нет, теория эволюции не должна подвергаться таким проверкам. Нет, она уже истинная, все это доказано давно, ученые знают, что это доказано, все, 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 не надо, не надо, не надо, не говорите, пожалуйста, глупостей. Все работает, все хорошо, все замечательно. Нет, мы не будем применять к эволюции критерий Поппера, не будем, просто не будем, идите нафиг. И в данном случае Докинс не проходит по критерию демаркации, фальсификации, следовательно, его представление о теории эволюции ненаучно. Ну, по Попперу, по крайней мере, было бы это так, к сожалению. Прекрасно, продолжаем. Может быть, ученые проявляют фундаментализм, когда дело доходит до абстрактных формулировок смысла понятия истина, но в этом они не одиноки. Однако, когда я говорю, что эволюция реальность, я проявляю не больше фундаментализма, чем когда заявляю, что Новая Зеландия расположена в Южном полушарии. Мы верим в эволюцию, потому что ее реальность подтверждается. Комментируем это. Да, подтверждается. Эмпирическим философским методом, философской логикой, философской математикой. Подтверждается смертными людьми, которые могут ошибаться. Подтверждается смертными людьми, которым свойственно подчиняться авторитетам. Вроде авторитета Дарвина и прочих таких вот подобных людей. Конечно, она подтверждается. Подтверждается также людьми, которым свойственно существовать в коллективе и которым не свойственно противиться действию этого коллектива. То есть, кто из ученых, вот когда у нас в науке принято, что эволюция, факт. Эволюция, в принципе, никто с ней не спорит. Если это так принято, то какой дурак из ученых будет, в общем-то, пытаться ее критиковать? Он просто вылетит из науки. При этом давайте попробуем быстренько так по-философски опровергнуть теорию эволюции. Хотя бы высказать некоторые домыслы, которые могли бы, в общем-то, ее подвергнуть сомнению. Я могу представить себе десятки условий, при которых теория эволюции в целом окажется ложной. И это только в рамках эмпирического дискурса. Мы, в принципе, можем делать допущение любой сложности, чтобы показать возможность ошибки ученых. Не ошибку ученых, заметьте, а возможность ошибки. Это очень важно. Например, мы можем допустить, что существуем в матрице. Тогда никакой эволюции нет. Можем допустить, что наш мозг находится в колбе и нам посылают какие-то сигналы в мозг. Тогда никакой эволюции нет. Мы можем предположить, что существовало действительно вмешательство либо Бога, либо дьявола, и тогда тоже никакой эволюции нет. Мы можем представить себе десятки вариантов, при которых теория эволюции может быть ложной. И что же нам в таком случае следует делать с учеными, которые верят в теорию эволюции, потому что ее реальность подтверждается? Что мы можем делать с учеными, которые считают, что заявление о реальности теории эволюции равносильно заявлению о том, что Новая Зеландия расположена в Южном полушарии? Сказать, что они догматики, конечно же. Конечно же, они догматики. У нас есть варианты, которые мы можем себе представить, которые мы можем предположить, которые при этом опровернут теорию эволюции. Допустим, если окажется, что мир это матрица, теории эволюции нет. Все здесь просто. Да. Конечно, если мы хотим опровернуть теорию эволюции вообще основательно, надо доказать, что мир это матрица. Но это невозможно, мы не будем этим заниматься. Но чтобы усомниться в теории эволюции, нам достаточно и вот таких предположений. И таких предположений десятки, может быть сотни и тысячи. Но ученые верят в эволюцию, потому что ее реальность подтверждается. Замечательно. Потрясающе. Только они не могут опровернуть, что весь мир это матрица. Не могут опровернуть теорию мозга в колбе. Не могут даже опровернуть теорию возможного вмешательства бога или дьявола. Они вообще ничего не могут в данном случае. Тем более, давайте все-таки, да, немножко вспомним, что вера ученых в эволюцию обусловлена в том числе верой в бритву Акама. То есть следование самому простому объяснению существующих фактов из возможных. То есть у нас есть теория и есть... Сейчас, простите, бумс. Ну, получше встань, пожалуйста. Так. Сейчас поправим изображение. Раз, два, три. Вот, я хорошо выгляжу, да. Так вот. То есть следовательно самому простому объяснению существующих фактов из возможных. Что это в принципе значит? Что у нас есть? Факты. Факты есть. Ну, например, куча окаменелостей, формы зародыша, который человеческого, который развивается, якобы проходит все ступени эволюции. Доказательства от ДНК и прочее, 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 прочее это у нас есть. Чтобы допустить, что существа на протяжении нескольких миллиардов лет проходили процесс развития. Этот процесс был непрерывным. И всем видам свойственно радикальное изменение. В том числе, чтобы подтвердить, что один вид может стать абсолютно другим видом. Что, не знаю, существо, например, из амфибии. Амфибия может стать ящерицей. Или что, например, млекопитающее может превратиться там в кого-нибудь еще. Или что, не знаю, например, рыба может стать амфибией. Чтобы подтвердить это, да, нужно, в общем-то, придерживаться именно бритвы окамо. То есть допущение самых простых событий. Вот, например, я недавно написал роман про девочку-эволюцию. Я назвал ее Эвалия. И эта девочка, в общем-то, могла менять структуру ДНК живых существ. Сами живые существа были практически неизменяемыми, кроме некоторых бактерий, некоторых там гороха, там мух-ЦЦ и все такое, что ученые, в принципе, подтвердили их изменяемость в некотором диапазоне. Так вот, эта девочка, она просто путешествовала по миру на протяжении миллиардов лет. И меняла ДНК различных существ, приспосабливала их к окружающему миру. Если правильно составить вот эту вот концепцию, которую я озвучил с этой девочкой, она, конечно, звучит бредово, но она будет вписываться во все научные факты. Поэтому мы можем, в принципе, представить себе десяток условий, при которых теория эволюции в целом окажется ложной. Все. И если мы... Если мы, если ученые, вот это по уровню фундаментализма, со своими незыблемыми знаниями, они действительно не оказываются на уровне мусульман, то есть они настолько слепо верят в свои теории, в свои предположения, в свои допущения, что они действительно оказываются просто абсолютными догматиками, даже фанатиками. Это печально. Они просто не допускают возможности собственной неправоты по тем или иным вопросам. И такую догматизацию науки Докинза и им подобные только укрепляют, тем самым заставляя и науки, и научных адептов деградировать, не задаваться лишними вопросами, не подвергать сомнению научный консенсус. И это в прямом смысле является догматикой. Эта догматика, это очень радикальная догматика. Даже в отличие от христиан, которые допускают возможности веры и знаний, у них есть вера и знания. И вера это не точно. Вера это не точно, ну может быть нет, но мы верим, мы верим действительно. Скорее всего это так. Да. Ученых нет, вот это вот точно, абсолютно. Эволюция точно была в том виде, в каком мы предсказываем. Вот она была, вот наши все выписки, вот все готово, все доказано, все супер. Это сверх радикально. Замечу, что вера в эмпирический метод тоже вера. Вера в логику тоже вера. И тыкать Докинза в такие философские нюансы можно просто бесконечно. Так, как ученый, продолжает Докинз, я враждебен фундаменталистической религии, потому что она активно работает на подрыв научного познания мира. Она учит нас не только менять раз и навсегда усвоенные идеи и не пытаться узнать новые. А, наоборот, не менять. Она учит нас не менять раз и навсегда усвоенные идеи и не пытаться узнать новые, интересные, доступные по знанию факты. Она разрушает науку и высушивает разум. Давайте по пунктам. Я тут написал свои какие-то воззрения, но я сейчас еще от себя добавлю. Так вот, начнем. Религия. Она учит нас не менять раз и навсегда усвоенные идеи. Это абсолютная чушь. Христианство, буддизм, ислам на протяжении последних, в общем-то, веков менялись. Менялись радикально, менялись сильно, менялись многие положения, велись обсуждения многих важных вопросов для этих религий. Говорить, что религии были неизменными, значит не знать историю развития религии. Если Докинс действительно думает, что большинство христианских идей не изменились, то он полный идиот. Да, к сожалению, это вот так вот. В науке тоже некоторые идеи со времен Галилеи не изменились. Некоторые фундаментальные фактические такие вот положения, некоторые фундаментальные методологические положения остались неизменными со времен Галилея. Что же получается? Он тоже сторонник фундаменталистической религии. Получается, да, действительно, это действительно так получается, потому что у него тоже были, у ученых есть такие неузыблемые, не меняющиеся идеи. А у христиан нет такого, например, у христиан, у мусульман и у буддистов нет такого, чтобы был какой-то спектр, громадный спектр идей, которые бы не менялись. Многие идеи в рамках христианства, буддизма, ислама и многих других религий меняются с веками. Они усложняются, появляются новые аргументы, появляются новые концепции, появляются новые, в общем-то, течения, которые спорят друг с другом. И старые течения тоже развиваются, и это очень сложный процесс, очень интересный и очень сложный. Игнорировать его может только человек, ну, не просвещенный, но пытающийся при этом показаться просвещенным. Разрушает науку, высушивает разум, ну, прикольно. Ну, давайте в другую сторону попробуем аргументировать. Да, но христианство-то, оно развивало науку. Понимаете, в чем проблема? Докинс выступает против христианства. Он в первую очередь выступает против христианства. То есть Докинс многого нам не договаривает о том, какова была истинная история взаимоотношений науки и христианства. Она была довольно сложная и запутанная. Очень легко обмануть своих читателей, предоставив им простое объяснение. Да. Докинс делает упор на то, что вот, у нас был жесткий такой аппарат, который ограничивал ученых. И христиане, они мешали ученым заниматься наукой. Вот такие они плохие, негодяи. А насчет того, что христиане построили университеты, создали социальную иерархическую базу для создания научной системы, что многие христианские философы сделали первые научные предположения, вроде теории импетуса, которые в итоге развились в рамках науки последующей. Он об этом не говорит. Он не говорит о том, что в рамках христианских университетов возник эмпирический метод, заново был переоткрыт Роджером Беконом. Он не говорит, что также там начали использовать и математику вместе с эмпирическим методом, что в мире было, но только в исламе до этого. Да, греки никогда не использовали эмпирические и математические методы одновременно. Вот такая вот интересная забава, понимаете? Он просто игнорирует все положительные факты, которые являются более фундаментальными, чем то, что христиане, да, прессовали некоторых ученых. Сожгли Джорджана Бруна. Ну, офигеть теперь. Да, многих ученых прессовали. Прессовали Коперника. Ох, как его жестко прессовали. На самом деле не очень. Ньютона так вообще мало прессовали. Ну, и в итоге он был одним из известнейших политических деятелей еще своей эпохи и замечательную жизнь тоже прожил. Да и Галилея, честно скажем, не так уж сильно прессовали. Да, у него другом был, в общем-то, Папа Римский. У Галилея, у него как бы крыша была. Ну, чё, 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 чё вообще пытаются доказать? Непонятно. Притом, Галилей был католиком. Ну, тоже факт. Большинство ученых классической эпохи были представителями церкви, либо католиками, либо аббатами, либо богословами. Вы просто будете смотреть на биографию ученых, смотреть, о, богослов, вот, а вот это вот аббат был, а вот у нас какой-нибудь еще, не знаю, даже кардиналом мог дослужиться какой-нибудь ученый. Замечательно. Замечательно прессовали, прям невероятно уничтожали науку христианик. Конечно, 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 уничтожали, истребляли массово. Просто вот сотнями ученых расстреливали. Даже в атеистическом Советском Союзе ученые подвергались, честно говоря, большим гонениям, чем в христианстве. Ну, честно, честно, христианство способствовало развитию науки. И многие фундаментальные вещи для развития науки были открыты христианами. Например, высокая культура цитирования. У греков не было такой высокой культуры цитирования. Философам вообще было наплевать на то, кого и как цитировать. Аристотеля до сих пор упрекают в том, что он неправильно трактовал учения, которые он, в общем-то, воспроизводит в своих текстах. У него не было прямых цитат. Он просто сам пересказывал, потом говорил, ну, это абсурдно, это фиговая теория, я сейчас ее разнесу, разносил. А оказывается, в итоге сейчас многие исследователи приходят к тому, что большинство этих разносов липовые. Аристотель не понял значительную часть древнегреческих, древних учений. Отлично, замечательно. А культура цитирования, да, она именно в христианстве очень хорошо развилась, потому что в христианстве цитировали, в общем-то, Библию, комментарии важные, тексты отцов церкви и так далее, и так далее, и так далее. Культура цитирования была очень развитая, и для науки культура цитирования это один из фундаментальных, в общем-то, базисов. Это очень важная вещь. Без культуры цитирования мы науку современную представить просто не можем. Без империзма мы не можем представить себе современную науку, который, кстати, возник тоже в христианстве. Именно вот так вот систематически объединенный с математикой империзм, он сформировался сначала в исламе, в исламской философии, в восточной перипатетике, а потом перекинулся уже в христианство. То есть религии, религии, на базе религии был произведен синтез математики и империзма. Это вообще самое важное, что могло только произойти в истории формирования науки, и это произошло в рамках религии. Забавно. Ну вот, мы многое рассмотрели, со многим, в общем-то, разобрались, но давайте посмотрим, к чему же стремится Ричард Докинс. Краткий перечень полезных адресов для лиц, желающих избавиться от религии, нуждающихся в поддержке. Цель избавления от религии. Это, конечно же, шикарная цель для любого представителя вообще любой религии. Вы не правы, от вашей позиции нужно избавиться. Ну, по сути, да. Докинс, вот вам показывает, что он радикальный религиозный человек. Это же ни капли, на самом деле, да, не радикально, не фундаменталистично. Нет, конечно, нет. Просто Докинс верит в то, что надо избавиться от всех религий всего-то. Как и мусульмане, например, верят, что надо избавиться от всех религий, кроме ислама. Как буддист, например, верит, что буддизм должен восторжествовать по всему миру. Как, например, христианин верит в то, что христианство тоже должно восторжествовать во всем мире. А Докинс верит в то, что наука должна восторжествовать во всем мире, а от религии нужно избавиться. Замечательно. Очень нерадикально, очень нефундаменталистично. Спасибо, Ричард Докинс. На этом я закончу. Книжка у Докинса слабая. Бог как иллюзия, невероятно слабая книжка. Нападки на религию и философию без особого понимания, что это такое. Ну, это примитивно. Просто наивнейший, самый наивнейший и самый дурацкий сиентизм, который можно себе представить. У многих ученых позиция по поводу науки намного интересней. И она намного более взрослая. И более философская. Научный догматизм, конечно же, у Докинса просто превалирует. Он верит в науку, он ее боготворит и пытается оправдывать любыми средствами. Чем он, в общем-то, очень сильно похож на обычного миссионера. Он обвиняет все, кроме науки. Науку он только оправдывает. А все, кроме науки, он обвиняет. Он обвиняет религию, философию, он обвиняет Бога. Очень много риторики. Очень много попытки воздействовать на чувства людей. Когда речь заходит и о философии, и о религии, и о Боге, Докинс пытается прежде всего не опровернуть эти концепции логически, фактически. Нет, он прежде всего пытается воздействовать на ваши эмоции. Причем на самые примитивные. Ой, Бог убивал детишек, например. И это, типа, большой аргумент против Бога. Это книжка тупого миссионера, чья задача не составить адекватное отношение людей к религии и философии. Причем даже атеистическое отношение, адекватное атеистическое отношение. А наоборот, его цель это возвысить свое любимое религиозное учение, то есть науку. А для него это действительно религиозное учение. Каких-то особых отличий от религии я не вижу в мировоззрении Докинса. То есть у него мышление религиозное. Он не рассматривает проблему со всех возможных сторон. Он подходит очень одногранно. Он только и занимается обвинением. Он не занимается оправданием. Он не занимается рассмотрением каких-то текстов. Он не занимается изучением религии, изучением философии. Наоборот, он просто обвиняет. Для Докинса наука это действительно чистейшая религия. И ради нее он делает множество подлогов, допущений, хитростей, софизмов, риторических приемов. Он применяет просто вот многократно. Он типичный миссионер со свойственными для этой группы людей приемами. Он вреден для атеистов. Он вреден для ученых. Он вреден для людей в целом, в принципе. Потому что его текст во многом состоит из обманов, подлогов, риторики. Причем очень дешевый, неинтересный. И даже людям, которые хотят просто познакомиться с атеизмом, лучше не начинать с этой книги. Я рекомендую вам обратиться, например, не знаю, к Марксу, к Ницше, да к кому угодно. К Фейербаху. Вообще очень много атеистов прошлого. Атеистов даже далекого прошлого, которые были намного сильнее Докинса с точки зрения понимания того, что такое религия вообще. Это во времена, когда религиоведение не было очень сильно развито, кстати. Докинс просто вот деградировал. В 21 веке он пишет книгу, которая хуже, чем у Ницше, чем у Фейербаха антирелигиозной. Это, ну, это отвратительно. Это просто, не знаю, дискредитирует атеистов. И это плодит огромное количество именно тупых атеистов. Не умных атеистов, не хороших, которые действительно могли бы подискутировать, поспорить, которые могли бы предложить какие-то адекватные, в общем-то, аргументы. Нет, он плодит тупейших атеистов, которые плодят вот такие вот этические аргументы постоянно. Которые говорят, ну, наука же доказала, что богу нет-то. Нет, не доказала, к сожалению. К сожалению, не доказала. И, в общем-то, на этом стоит закончить. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Кстати, даже сам Докинс понимает, что наука не доказала этого. Он постоянно говорит, что, ну, может быть, стоит склоняться к агностицизму, конечно. Может быть, бог и есть, но доказать это довольно сложно. Я больше склоняюсь к атеизму. То есть, понимаете, такая тупая риторика. Это действительно очень плохо. Это слабо. Все. Восьмикратно с вами прощаюсь. Желаю понимания. Или все-таки непонимания. Это была очень большая такая критика. Разнос позиции Докинса. Фух. Да. Теперь просто полетаем в космосе. И закончим. Все. Восьмикратно прощаюсь. Восьмикратно прощаюсь. Восьмикратно прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok